мы ждем его уже несколько лет дождались сегодня в программе простые вопросы аскар кучера здравствуйте аскар несколько лет назад вы должны были к нам прилететь не прилетели ваши коллеги по цеху сказали что-то типа того что аскар недолюбливает дальние перелеты этот неправда это не выкрутились просто и вопрос это такая продюсерская компания была которая выкручивается к нам вы прилетели говорят из африка разведка донесла практически что туда москвы все что туда занимает каким образом занесло снимал кино к нам вы приехали со спектакля с комедией под названием блэс там вы играете художника который обуреваем финансовыми проблемами и творческим кризисом для вас вот эти два слова в сочетании для вас они знакомы это не совсем так я не совсем играю художника я играю человека который попал в обстоятельство что ему нужно быть художник а вот так и он совершенно не обуреваем творческим кризисом он просто не умеет рисовать а вот так вот так то есть для для того чтобы в роль входить не пришлось не пришлось учиться рисовать потому нет было и не нужно и не нужно да вы должны сказать так как дом у нас интеллигент вас спрашивают скажите господин блесдер мне дома что вы отвечаете я говорю что да я говорю что нет я опять неправильно вы сначала должны спросить кто его просит после этого услышите кто спросит если не расслышали то переспросите переспрашивайте до тех пор пока не поймете и как только поймете в этом случае скажите сейчас узнаю как любому творческому человеку наверное незнакомо подобные страсти и эмоции я имею ввиду что тогда творческий кризис как кажется но думать о нем и заморачиваться а быть готовым нужно но нужно просто готовым буду всегда быть готов к тому что он может случиться вот конкретному совершенно просто нужно понимать что брюс ли по-моему рассказывал да что ему отец говорил ты должен быть готов к тому что сегодня ты зарабатываешь 10 рублей а завтра будет зарабатывать 5 неплохая философия вы себя про попробовали уже наверное во всех сферах кино радио телевидение театр уже везде где интереснее лично вам там где я работаю в данный момент стараюсь не заниматься тем что мне интересно но прям то есть это даже не делал широкому зрителю стали известны благодаря я думаю все таки телевидению продолжите фразу я благодарен телевидению за за что на то что телевидение не дало возможность сниматься в кино а то есть телевидение это был мостик в кино кино все-таки важнее чем телевидение по правилам не учитывать но не так далее но он не не только не правильно простите за слоу блин но это неправильно нельзя это разные просто вещи так как чтобы больше любите персик или квас но это же невозможно все-таки должно быть это это ну потому что к вас персиком отличное таки к вопросу о независимости что нужно пробовать и там и там ну если у тебя получается да поэтому жилого вопрос не не вставал быть ведущим диджеем или артистом или актером просто все был последует поступать на господь распорядился таким образом и так получилось вообще изначально я актер я в дипломе написано я очень много лет работал театре все в одном потом другом и это моя профессия но все без театра не может существовать на мой взгляд не театр и тренажер для души не устает тарик то есть не может и не имеет права с точки зрения профессионализма или имеет право ну слушайте каждый же сам себе права выбирает правильно в данном случае потому что это же все применительно к тебе к субъекту на мой взгляд я не имею права быть без театра потому что я должен постоянно чувствую еще разминать а другой отец может помню ваше телешоу под названием лжец там люди должны были убеждать своих выдуманных историях аудиторию вы сами то врать умеете да часто приходится нет при каких обстоятельств и кому если не секрет сотрудникам гаи иногда приходится давно не приходилось на периодически приходится то нет что вам показалось простите пожалуйста но чаще нет не договаривать приходится а врать лучшего спасения имеет право на существование безусловно если она спасает и не причинает при этом никому вреда к слову о вашей вашей многосторонности многогранности вы очень спортивный человек и по моему кандидат в мастера спорта не но это я говорю не верьте всему что пишет в википеле нет нет я не являюсь кандидат мастера спорта но легко атлетико вы занимаетесь а какими видами спорта занимаетесь занимались вообще занимался я очень долго тэквондо занимался 8 лет жизни потратил на это дело занимался дзюдо в детстве а сегодня чем интересно заниматься и спортивный хоккей я играю в хоккей очень плотно но опасное дело травма опасное дело бывает ломаемся семья как перед ними за папу не переживает но у меня младший сын играет в хоккей поэтому надо непонятно плюс у меня своя хоккейная команда я являюсь владеть достаточно успешной команда тоже чем горд никаких успехов достигли с украинской команды серебро в кубке ртхл ого ничего это уже что-то на ваши дети гордятся тем что их папа зебра марти из мадагаскара хвастаются в кругу друзей нет мои дети вообще не хвастаются слава богу но я очень надеюсь на случай не слышал таком я как-то года три назад иду по дому и смотрю они сидят в гостиной смотрят мадагаскар но они в курсе за что это вы дождитесь я подхожу стал с ними смотрю игру знаете о марте это я озвучиваю они вас лично эта роль порадовала удовольствие принесла очень люблю и очень горжусь что мне удалось это сделать с точки зрения чего софия зебры жизни белая в черную полоску черная белую полоску я все-таки в принципе полосатая ли она с вашей точки зрения она многогранная она абсолютно тебя палитра не присутствует она совсем не полосат вы мы видели вас в программе две звезды и я знаю что у вас есть свою собственно еще музыкальная группа приедете ли вы к нам как музыкант я с удовольствием но завтра похоже мне придется выступить как музыканту единстве что только без живого коллектива придется исполнять под фонограмму абсолютно новая песня для вас потому что старых вы точно ни одну не слышали но это действительно новая песня и она сейчас зазвучит на радио и я надеюсь что может быть когда вы услышите по радио вам будет приятно что вы первые услышали ездить значит каждый раз на сердце боль над собой теряю я контроль если только рядом у меня нет тебя это невозможно объяснить значит только так тому и быть те кто был до бросить на дно и забыть вот именно с бандой со своей приедете приглашайте что вы играете свое только своя а в каком направлении примерно танцевальная музыка хорошая такая не диска фанки фанки рок приезжайте к нам обязательно мы мы любим конечно куча рой и как артиста но очень хочется открыть вас качестве музыканта потому что youtube это дело одно живу это совсем другое я вижу в ваших глазах песню зебры мне ехать пора прощайте друзья отпустим вас с миром спасибо вам огромное следить к нам еще неоднократно будем рады спасибо огромное спасибо вот Редактор субтитров А.Семкин